Мельбурн Мельбурн Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации за плодотворную деятельность по сближению и по огощению культур нации и народностей наградей Виналью Пушкина, Кучину Галину, почетного председателя Австралийского литературного общества имени Салаухина, гражданку Австралии, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Москва Здесь есть такая замечательная и красивая медаль Медаль Пушкина, вот Это посередине еще маленькая медаль совсем на память, это тоже как часть награды АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего, я должна сказать спасибо России Огромное спасибо вам всем Я всех вас очень люблю, вы это знаете Вы это чувствуете И мы прошли до этого награда Не только моя, это ваша Потому что без вас я не могла бы создать того, что я буду Не нужно, это ваша наша общая АПЛОДИСМЕНТЫ Чайковский Щелкунчик А даже Зарая Эмма Липа АПЛОДИСМЕНТЫ Если начать Чайковского Я бы хотела сказать Уважаемая Галина Игнатьевна Уважаемый господин консул Российской Федерации Мистер Ирина Круг Добрый вечер, дамы и господа Вы действительно очень счастливы быть здесь Потому что сегодня день необычный Галина Игнатьевна получила огромнейшую награду И мне кажется, что заслуга ваша, Галочка, Мина В вашей энергии, энтузиазме В вашей любви к людям Жаль, что вы не в Кремле и не в городе в консал Мне посчастливилось там быть Я получала звание зазорной артистки России в 87-м году Там так торжественно Считайте, что это кремлевские стены И музыка, когда встречаю человека Я его сразу одеваю в музыкальную одежду какую-то То есть музыку, которая ему бы каким-то образом подходила Мне кажется, что Чайковский Главное, очень странно Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разрешите от лица русского этнического представительства Поздравить вас с высокой государственной наградой И хочу поблагодарить вас за многолетнее и плодотворное сотрудничество Взрослым этническим представительством И я хочу поблагодарить вас за энтузиазм, энергию и общительность Благодаря вам концерты, которые мы проводили И хочу сказать, что большинство людей, которые здесь присутствуют, участвовали в этих концертах И я думаю, что все подтвердят это Они продолжали оставаться очень творческими Планка качества и творчества не опускалась никогда И очень интересными для людей, которые приходили послушать Ну, я как слушатель И за это вам большое спасибо Но я хочу сказать еще пару слов от себя лично Есть люди, и, наверное, вы их встречали Внутри которых горит огонек Или как лучик света Который, в принципе, не дает им... Вернее, позволяет им оставаться молодыми, не взирая на возраст Я хочу сказать, что вы один из таких людей И большое спасибо вам за то, что мы можем на вас равняться И как бы продолжать жить И перспектива есть такая вот И еще я хотела сказать вам большое спасибо Я думаю, что люди подтвердят Мы в Мельбурне сидели очень долго закрытыми Практически это первая встреча, когда мы встретились с Мельбурной Большое спасибо, что вы нас в Мельбурне собрали И уже такой случай И это очень хороший случай, очень положительный И мы хотели бы преподнести вам Спасибо большое Спасибо большое Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 Я Гаврина Игнатьевна, от всего сердца отравляю вас заслуженные награды. Эта медаль, пользуясь словами великого поэта, чье имя она носит, является поистине алмазным дымцом, которым отмечено ваше многолетнее и беззаветное служение делу, поддержание и распространение в мире великого русского языка и великой русской культуры. На протяжении нескольких десятилетий вы являетесь верным хранителем и душой созданного и поддерживаемого во многом благодаря вашей энергии и вашему энтузиазму своего рода очага русского духа, который согревал и согревает наши души, наших соотечественников на далеком австралийском континенте. Именно вами проторена незарастающая тропа среди русских людей в Австралии и выдающихся деятелей русской культуры, многие из которых являются вашими хорошими друзьями. Нам повезло, тесно общаясь с вами, на протяжении всех лет нашего пребывания в Австралии. Мы часто бывали в вашем гостеприимном доме в Бельбурне, всегда были рады приветствовать вас в Кандерии. Наша дружба сохраняется сейчас, поэтому мы встретимся с вами сегодня в этот торжественный и радостный день. Доброго вам здоровья и многие лета, дорогая Галина Игнатьевна. Ваши Галина и Леонид Мюзеевны. Были произнесены очень красивые, хорошие речи от наших людей из Мельбурна и от представителей России. Закончился вечер очень душевно концертом. Приглашаю на сцену Лариса Зарановского и Александра Рездируевского. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, когда всем у себя дома в Киеве и в Москве, друзьям, всем объявила, что я иду на такое событие, когда вручается орден, медаль Пушкина моей подруге, я так, можно так? АПЛОДИСМЕНТЫ И скромно она сказала, они все, конечно, обалдели, ждут репортаж, ждут фото, ждут доклад, как это все проходило. Галочка, очень горжусь дружбой нашей с вами, очень горжусь тем, что мы нашли общий язык и столько общих тем. Очень хочу опять к вам на русские пельмени. Как это было душевно, когда мы втроем с русской водочкой. Боже мой, Галина, незабываемые встречи. Я надеюсь, что их будет еще много у нас впереди. Сегодня мы вас поздравляем от души с этой высочайшей, действительно, алмаз, да, с высочайшей наградой. И желаем вам только творческого долголетия и всяческого долголетия, вдохновения, радости и крепкого здоровья. Будьте счастливы! У вас очень любят все! Музыка Матусовского стихи Бастнера. Романс белой акации, груздя душистой. Романс белой акации, груздя душистой. Романс белой акации, груздя душистой. Ночь напролет насладили с ума. Бедная акации, груздя душистой. Ночь напролет насладили с ума. Бедная акации, груздя душистой. 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 Но правда. Она личность, она потрясающий человек и очень интересный человек. Мы у неё и в гостях не раз бывали. На пельмени приезжали. Она хозяйка безупречная. Всегда так вкусно, так красиво, так тепло и здорово по-русски. Вот оно настоящее русское. Русское-русское. Галочка, счастье, здоровье. Всего самого-самого лучшего и новых книг мы ждем от вас. И, конечно, поздравляем с такой высокой наградой России. Спасибо президенту Путину за оцененный ваш вклад в русскую литературу за рубежом. Русская народная песня. Не горите меня, не броните. Обработка шара. Русская народная песня. Русская народная песня. Не горите меня, не броните. Обработка шара. Астрекла-п cues. Русская народная песня. Не горите меня, не броните. Обработка шара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! фантазию из известного трофейного военного фильма «Сестра Игорь Твоевского» 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 «Сестра Игорь Твоевском» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Галина Игнатьевна Мне очень приятно к вам обратиться сейчас У вас лето наступило У нас наступила зима У нас сейчас минус 17 в Сибири Это показывает что на самом деле Эти расстояния это в общем не важно Потому что культура это то что нас объединяет И то что делает нас в общем русскими людьми И больше чем вы сделали для этой русской культуры Сложно вообще себе представить Поэтому с огромным удовольствием Мы с Ниной хотим вас поздравить с этим замечательным событием И пожелать всего самого-самого доброго вам Вашей чудесной семье Потому что мы конечно же всегда о вас помним И желаем вам всего самого доброго Я хотел бы прочитать Несколько строчек Пушкина Которые как мне кажется Лучше всего выражают Вот то чувство Которое Двигает Вами И Другими людьми Которые действительно Любят и ценят русскую культуру Два чувства дивно близкие нам В них обретает сердце пища Любовь к родному пепелищу Любовь к отеческим гробам На них основана от века По воле Бога самого Самостояние человека И все величие его Животворящие святыни Без них душа была пуста Без них наш тесный мир Пустыня Душа Алтарь Без божества Ну вот За полноту души За Счастье Общение с вами Я Очень рад И Еще раз Всего вам Самого-самого-самого лучшего Сегодня 15 декабря И сегодня день Награждения меня Медалью Александра Сергеевича Пушкина Это конечно Очень знаменательный И замечательный день В моей жизни Получить такую награду Государственную награду За мою любовь к России Благодарю Россию У меня три русских медали Которыми я горжусь Очень Но Пушкинская Это была предел Я не ожидала Мне делали небольшой прием Пригласили Пригласили меня Но тут Это вылилось В такой поток Радости Дружелюбия Любви Столько чувств Было здесь И столько эмоций О которых я просто Даже не могу говорить И представьте себе Теперь Получив В своем возрасте В таком Молодом 90-летнем Я получила Такой заряд Что готова Работать снова ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» тоже связаны самые теплые воспоминания. Вот мы находимся в первом зале Русского музея. Здесь знаменитые иконы до монгольской эпохи. Я помню, как Галина Игнатьевна была удивлена тем, что на этой иконе находятся те самые символы, которые и на государственном флаге России белый, синий и красный. Иконы с изображением Петра и Павла, икона Деисус, Борис и Глеб, ну и конечно самая знаменитая и самая древняя икона из собрания Русского музея Ангел Золотые Лосы. Русскому музею принадлежит собрание икон преподобного Андрея Рублева. Это икона Сретения, иконы Петр и Павел, и икона Крещения. А вот эту икону, Галина Игнатьевна, мы с вами еще не видели. Эта икона сделана из бивня мамонта Успения Пресвятой Богородицы. Когда-то столько много было кости мамонтов, что из них делали не только иконы, но даже строили отдельные здания. Но, к сожалению, здесь отсвечивает, не всегда хорошо видно. Ну и конечно, это знаменитое произведение скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Это маска Петра Первого, сделанная при его жизни. Петр Первый основатель Санкт-Петербурга. И самое точное изображение, которое существует в мире, это маска, сделанная скульптором Растрелли. А здесь вы увидите уже тот портрет, который Растрелли посвятил Петру Первому, используя как раз вот эту самую маску. Вот здесь сцена из Полтавской битвы, а здесь изображение самого Петра Первого, высекающего статую обновленной России. В Русском музее сохранились несколько уникальных интерьеров. Вот то, что вы видите, это росписи на потолке в одном из залов Русского музея. Здесь же находятся знаменитые шпалеры. Шпалерная мастерская была открыта при Петре Первом. Вот здесь знаменитые шпалеры Пётр Первый во время Полтавской битвы. Здесь вы увидите эта знаменитая работа. Здесь же портрет, точнее портрет, а памятник Анне Иоанновне с воровченком. Это уникальное произведение, отлито было из бронзы и чеканилось в течение нескольких лет. Вот здесь можно поближе рассмотреть мельчайшие детали, драгоценные камни и даже швы на одежде. Вот только что мы видели Анну Иоанновну, а это уже Екатерина. Великая работа знаменитого скульптора Шубина, где Екатерина изображена с нисходящей к своим подданным, а внизу знаменитый рог изобилия. Здесь еще один портрет работы художника Левицкого, Екатерина II, законодательница, и знаменитые портреты девочек-смолянок, воспитанниц Смольного института, благородных девиц. Ну и, конечно же, портрет императора Павла I. Портрет считается одним из лучших произведений в творчестве Федота Ивановича Шубина. Ну и, конечно, настоящая жемчужина в Русском музее. Это знаменитый белоколонный зал, музыкальная гостиная. Это, по сути дела, единственный пример интерьера, который сохранился после реконструкции Русского музея, которое происходило в 90-е годы уже позапрошлого столетия, то есть в 1795 году начата была реконструкция, в 98-м была закончена. Ну, понятно, почему называется белоколонна. Здесь колонны сделаны из искусственного мрамора. Ну и сейчас мы войдем в один из самых главных залов Русского музея. Таких залов два. Это большой академический зал. Здесь работы Ивана Константиновича Айвазовского и работы Карла Павловича Бриллова, среди которых знаменитая его картина, полное название которой «Смерть Инессы де Кастро, марганатической жены наследника португальского престола Инфанте Педро». Ну и, конечно же, в зале Бриллова его самое знаменитое полотно – картина «Последний день Помпеи». Вот, сидя здесь, перед этой картиной, Галина Игнатьевна и предложила мне после моей экскурсии приехать в Австралию для того, чтобы прочитать свои лекции. Но предложение было очень неожиданным. Естественно, я отказываться не стал. Долго у нас шли переговоры, но благодаря энергии Галине Игнатьевне 20 лет назад я попал в Австралию и очень благодарен, что многие люди, которые смотрят это видео сейчас, помнят о моих лекциях. Здесь самое большое произведение в истории русской живописи – картина художника Фёдора Антоновича Бруни «Медный зми», которая тоже потрясла Галина Игнатьевна. И мы долго рассуждали о значимости этого произведения для русской истории. Конечно же, мы не можем пройти мимо работ Александра Андреевича Иванова. Сама картина Иванова «Явление Христа народу» находится в Москве, в Третьяковской галереи. Здесь называют по-разному это произведение. Это большой эскиз или авторский вариант картины. Он отличается от картины, которая находится в Третьяковке. А вот чем отличается и как их отличить друг от друга, я расскажу вам в своих программах на канале о музах и музеях. Проходя по залам русского музея, я всегда останавливаюсь около этого портрета. Это портрет знаменитого русского офицера Евграфа Давыдова, которого долгое время считали портретом Дениса Давыдова. И у этого портрета это ведь офицер XIX века. Я вспоминаю всегда и об Игнатии Калинковиче Волигове, вашем папе, русском офицере, который участвовал в знаменитом ледовом походе. Благодаря вашим стараниям, его книга вышла в свет и сейчас является необходимым источником для изучения истории того времени. Вот такую краткую мы экскурсию совершили. Мне остается только передать Галине Игнатьевне свои искренние поздравления со столь знаменательным событием в его жизни. Пожелать ей, главное, творческой энергии, неувидаемой красоты, обаяния и исполнения ее будущих творческих планов. До встречи в Австралии! Мы уже заведились на будущую работу. Вот что делает любовь, чувство, энтузиазм и культура. Спасибо. Всех благодарю. Все получилось очень душевно и очень хорошо. Еще раз поздравляем Галину Игнатьевну. Галину Игнатьевну Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Игнатьевну Дмитрий Игнатьевну Дмитрий Игнатьевну Дмитрий Игнатьевну